Спортсмены! Смотрим. В центре ринга Юрий Заатов. Да, сразу начинает он поддавливать. Хороший лоу-кик. Обозначил дистанцию фронт-киков Расул Амаров. Аналогичным образом ответил Юрий. И бэкфест. Да, удары во вращении, конечно, это визитная карточка представителей УСУ Саньда. Удары ногой с разворота, бэкфесты. И я думаю, что сегодня Расул Амаров нам неоднократно явит подобные элементы. Продолжает работать первым номером Юрий. Вот, пожалуйста, да, алтар по туловищу справа. Пока что невысокий темп прощупывают друг друга соперники. Не отдает бедра Юрий. И тут же зарубились. Левым боковым попал Расул Амаров. Он может ударить. Мы помним, что случилось с китайским спортсменом на одной из битв чемпионов. И опять готовят разворот. Расул, очевидно. Спереди ноги. И, да, такой каратистский удар прям сейчас применил Расул. Стой! Меняет стойки периодически боец из Дагестана. И справа стороне еще раз бэкфест. Но там рука была на месте у Юрия. Хорошая серия вот за Атова. Но, опять же, удары руками были не силовые. Так, немножко набросил. Но зато у кик получился довольно плотно. Пока что более разнообразен Расул Амаров. Пытается организовать прессинг Юрия Заатов. Но получается с переменным успехом практически без ущерба. За исключением разменов на средней дистанции. Последние секунды у нас первого раунда. Еще один хай-кик. Хорошо пропустил ногу над собой Юрий Заатов. В левой на скачке боковое восполнение Расул. И хорошо по туловищу ногой. Кто там показал Юрий, что вроде бы был удар ниже пояса. А это Григорий Дрозд, чемпион мира по боксу по версии WBC. И экс-чемпион мира Паттаев. Ребят, внимательно, не забывай. Так, прихват-удар. Без удара прихват нельзя делать. Ноги нормально? Да, да, да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Секунда, Тезарин. Секунданты, Тезарин. Секунданты. Сюда, Шак. Шак. Тайм. Пайп! Начинается второй раунд. Ну что ж, посмотрим, наступит ли развязка. Так, прихватил за ногу Расул Амаров соперника. И сразу же получает внушение от рефера. Да, но там уже вообще было очень похоже на попытку пройти в ноги. Потому что еще раз подчеркиваю, да, ногу можно прихватить, но при определенном условии. Поджимает Юрий по-прежнему, старается работать первым номером. И здорово здесь зарубились. Готов обмениваться Расул, совершенно очевидно. Опять через уклон влево пытался войти Расул Амаров. Вблизился. Юрий вовремя удар с разворота опять хорошо. Пусть даже там через локти, все равно. Это может быть достаточно чувствительно. Но пока что, пожалуй, самое грозное оружие Расул Амарова. Его удары с вращениями. Причем постоянно он ставит в тупик Юрия Заатова. Грамотно скрывает свои атаки. Чуть было не провалился. Расул Юрия Заатова был готов наказывать за это. Стоп. Да, это было попадание в пах. Да, говорит Юрия Заатова, что все остальное в порядке. Он готов продолжать. И слишком рьяно секунданты поддерживают, а что посоветуют Расулу Амарову, что Александр Березкин должен был их утихомирить. Хорошо лево-прямой. Пытается упреждать атаки соперника многочисленными стипами и лоу-киками Расул Амаров. Хорошая комбинация. Попал с двоечки Расул. Вот опять же говорил с Александром Березкиным до поединка. Говорил о том, что поскольку правило К1, то учитываются только точные четкие попадания. Не через блок, не через защиту, не скользящие удары, а точные попадания, которые наносят ущерб. Очередной клинч и вновь, не успев начаться, заканчивается раунд. Есть целая категория спортсменов, которым необходимо раскачаться. Но вот в таком формате подобный стиль не работает. Здесь надо сразу рвать место в карьер. Четыре минуты поединка позади. Но по-прежнему первым номером работает Юриза Атов. Старается идти вперед. Грамотно контратакует. Более разнообразно действует Расул Амаров. Вот смотрим на повторы. Этой двухминутки. Столкновение головами, кстати, было сейчас. Сейчас все попадет веселей. И для присоединился легендарный Григорий Троу. Две минуты, Расул. Пошли на ногу, аккуратно. Дыши, 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 глубоко дыши. Дыши. А вот на воде дыши. Секунданты, выходим, время. Выходим. Выходим. Секунданты. Время. Тайм. Фойт. Смотрим дальше. Еще один удар со взорота. И молодец. Расул, что не провалился после своего действия. И тут же выпустил удары руками, которые зашли. И опять удар во вращении. Попытался прорваться. Серия ударов по корпусу. Амаров на ближнюю дистанцию. Но напоролся на встречную атаку от Юрия. Старается так на челночке раздергать соперника Расул. Заставить ошибиться. Вот здесь здорово проваливает. Так, бедра не отдаёт. Хороший правый волкик в область колена. За таван. Стоп, стоп, стоп. Фойт. Подними. Здорово дёргает. Расул, конечно, очень хорошо. Такой рваный тенд предлагает оппоненту. В этом отношении, конечно, Юрий Заатов действует чуть поакадемичнее. То есть Юрий вполне способен тоже драться. Вполне способен. О, еще один хороший танк. Тест в исполнении Расула. Идёт вперёд Юрий. Хорошо. Расул, Расул, да-да. То есть Юрий Заатов предлагает оппоненту такой достаточно силовой, жёсткий стиль ведения боя. Но Расул, мне кажется, находит ключи к этому. То есть он не рубится с ним. Если надо подраться, да, он подерётся, конечно. Но а так, в принципе, на дистанции. Вот опять же, за счёт работы на ногах. Расул вполне чувствует себя вольгорно. И темп устраивает обоих. Сейчас эпизод забрал Заатову. Дважды точно попал. Здорово. И опять перехватил атаку оппонента Юрий. Может быть, далеко не все удары зашли. Но при всём при этом, опять же, Заатов ждёт соперника на подобные вещи, на подобные действия. И готов. Готов перехватывать атаку. Готов встречать. Провалился. Вот, кстати, почему-то стал заряжаться на один удар Расула Амарова. За вот этот левый на скачке. И удар сорвала-то один. И, конечно же, здесь Юрий Заатов получает большой простор для деятельности. Хороший плотный миддлкик слева получился у Расула Амарова. Не так, как часто ему удавались. Точно акцентированные попадания в третьем раунде. Ну что ж, ждём. Ждём, когда будет оглашён судейский вердикт. Здесь лично я затрудняюсь отдать кому-то преимущество. Но мне в третьем раунде больше понравился Юрий. Потому что, как мне показалось, он подобрал ключи к действиям соперника, к манере оппонента. Потому что, ещё раз подчёркиваю, Расул Амаров почему-то стал работать одиночными ударами в атаку. И после... То есть он бьёт и остаётся. Да, Юрий тут же перехватывает, обрабатывает его. Там потом Расул пытается выбрасывать уход. И тут же в повторной атаке Юрий Заатов действует. Ну, то есть в третьем раунде мне Юрий понравился побольше. В двух других, с точки зрения разнообразия действий, да, согласен, мне Расул приглянулся тоже побольше, нежели Юрий. И в итоге, в общем, ситуация неочевидная, скажем так. Да, и опять же, да, мы говорим о том, кто нанёс больше точных и жёстких акцентированных ударов, да, кто нанёс больше ущерб. Вот здесь я, честно говоря, затрудняюсь сказать, чтобы не сесть в лужу. Поэтому давайте предоставим судьям право выполнять их работу и просто услышим, кто же окажется сильнее в этом поединке. Очень достойных двух бойцов. Внимание, дорогие господа! Для проведения церемонии награждения нашего четного поединка я с тобой себя приглашаю. Но по-настоящему легенду, дорогие господа, сегодня с нами. Отец-основатель Советского и Российского каратэ, член Президиума Высшего Совета Российского Союза Боевых Искусств, заслужит тренер нашей страны, обладатель 9-го дана каратэ, основатель 1-й советской школы Алексей Владимирович Штурмин. А также чемпион мира по кикбоксингу, дократный чемпион Европы, вице-президент Всемирной Ассоциации Организации Кикбоксинга ВАКО, а президент пиратцы кикбоксинга России Вадим Владимирович Украинцев! Внимание, ученики! Со счетом 3-0 победу лежал Расул Амаров! Да, Расул Амаров побеждает. Ну, в общем-то, как мы и предполагали, наверное, да, что в третьем раунде Юрий Затов выглядел получше. В двух других, наверное, поинтереснее смотрелся Расул, поэтому, вероятно, все справедливо. Поздравляем Расула, поздравляем его команду. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!